Приветствую всех любителей шахмат. Это рубрика ответы на вопросы, четвертая серия. И перед началом данной рубрики по традиции я хотел бы поблагодарить за поддержку своих подписчиков. Это Ярослав Трофимов, который задонатил 300 рублей и написал сообщение. Спасибо вам за вашу работу, очень нравятся ваши видео, интересный, понятный и доступный язык. Продолжайте в том же духе, первый канал без негативных комментариев, который я вижу, а это говорит о многом. Спасибо Ярославу, который, кстати, поддержал с контакта. Также хочу выразить благодарность Вадиму за 1000 рублей без сообщения. C. Смайлу за 200 рублей. B. V. за 555 рублей, который написал супер. Эльмиру за 100 рублей. Анониму за 300 рублей. Григорию Горшунину за 500 рублей. Также все без сообщений. И Арсенал за 100 рублей. Спасибо, ребята, за поддержку. И теперь приступаем к ответам на ваши вопросы, которые вы писали в комментариях под предыдущим видео данной серии. И первый вопрос от Дмитрия Келя. Андрей, огромное спасибо за ваш труд. Лично для меня это лучший канал на шахматную тематику на просторах Ютуба. Есть два вопроса. Помогает ли ваше занятие в спортзале игре в шахматы? Ощущаете ли вы пользу от шахмат в повседневной жизни? Ну, касательно занятий в спортзале, они не особо помогают мне, как шахматисту. Имеется в виду тяжелые анаэробные тренировки. А если тренировки проходят в легком режиме, аэробные, то есть это бег или там игра в настольный теннис, то это, конечно же, помогает, поскольку улучшает кровообращение и состояние сердечно-сосудистой системы. Ощущаете ли вы пользу от шахмат в повседневной жизни? Ну, конечно, шахматы помогают принимать решения, анализировать, планировать свои действия, вырабатывает терпение, усидчивость. Так что, да, могу сказать, что помогают. Идем дальше. Следующий вопрос от человека под ником «Не знаю как». Здравствуйте, часто слышу обжорный ряд. Скажите, что это и почему он обжорный? Я никогда не играл в шахматы, но вот ваше видео смотрю с интересом, хорошо подаете и объясняете. Но если вы смотрели мои видео, то должны были обратить внимание, что обжорным рядом я обычно называю либо седьмую горизонталь, либо вторую горизонталь. На этой горизонтали чаще всего находятся вражеские пешки, на которые можно нападать собственной ладьей. Соответственно, у ладьи появляются огромные шансы съесть много этих пешек, и поэтому данный ряд называется обжорный. Следующий вопрос от Евгения Трофимова. Здравствуйте, обожаю смотреть ваш познавательный канал. Позвольте пару вопросов. Первый. Подскажите, имеет ли смысл тратить время для совершенствования своей игры в классические шахматы, играя в нестандартные шахматы? Макси-шахматы, мини-шахматы и тому подобное. Может, что-то подобное вы применяете в своей практике? Однозначно, в своей практике я такое не применяю. Если вы хотите чему-то научиться хорошо, то нужно практически все время посвящать этой деятельности. Хотите стать лучшим в беге на стометровку, нужно бегать в стометровку. А все остальное, оно имеет какой-то эффект, но незначительный. Второй вопрос. Есть ли какие-нибудь головоломки и упражнения, не связанные напрямую с шахматной доской, помогающие при обучении шахматам? Например, для подготовки детей к шахматам. Ну, я таких головоломок не знаю, специализированных, которые направлены именно на подготовку к шахматам. И есть ли у них вообще смысл, это большой вопрос. Я не вижу в этом никакого целесообразного зерна, поэтому с детьми нужно заниматься. Ну, то есть, если ребенок занимается шахматами, то, конечно, нужно показывать какие-то задачи именно на шахматной доске. Третье. Как вы думаете, можно ли эффективно прокачать себя до уровня КМС или МС, играя исключительно с компьютером? Но если помимо этого вы совершенно ничего не делаете, то нельзя себя прокачать ни до МС, ни до уровня КМС. Нужно читать книги, в идеале заниматься с тренером, решать задачи. Игра с компьютером, конечно, имеет какой-то тренировочный эффект, если вы, допустим, разыгрываете точные позиции, в которых известно, что одна из сторон побеждает. Например, эншпильные позиции тренируетесь. Ставить мат конем и слоном, одинокому королю и так далее. Ну, а все остальное, это, не знаю, даже неинтересно с компьютером просто обычной партией играть. Он практически не допускает ошибок и быстро опускается у человека руки. Поэтому исключительно играя с компьютером, вряд ли вы достигнете серьезного уровня в шахматах. Четвертый вопрос. Есть мнение, что после раннего размена ферзями рокировка теряет смысл и не рекомендуется. Согласны ли вы с этим мнением? Но нужно смотреть конкретно на ситуацию на доске. Да, во многих случаях после размена ферзями можно не рокироваться. Но опять же, есть разные ситуации. Поэтому слишком общий вопрос, не могу на него ответить. Иногда можно оставлять, иногда даже без ферзей можно создать опасную обстановку для вашего короля или короля противника. Пятое. Чем лично вас привлекают шахматы? Почему вы совершенствуете себя в этой игре? Ну, какие любой вид спорта привлекают шахматы? Прежде всего борьбой, возможностью конкуренции с другими участниками, достижению определенных результатов. Ну, вот, примерно этим. Читаю следующий вопрос от Надежды Чучковой. Здравствуйте. Хотела спросить ваше мнение. Как вы думаете, смог ли Олехин удержать звание чемпиона мира против Ботвинника? Ну, я так понимаю, если бы их матч состоялся. Я думаю, что Ботвинник одолел бы Олехина. При всем уважении, все-таки возраст у Александра Александровича был уже такой почтительный, и у Ботвинника было больше шансов. Следующий вопрос от Вячеслава Лайко. Здравствуйте. Есть ли какая-нибудь литература, где описывается основа ведения игры? Когда размениваться? Когда начинать атаку? Когда жертвовать фигуру? Начальное развитие фигур и тому подобное. Чтобы не просто дебюты детям учить, а логически понимать свои ходы? Ну, я бы посоветовал книги Хасера Уля Капабланке «Учебник шахматной игры», «Учебник игры Эммануила Ласкера». Можно также советовать книги Ясера Сейрована «Учебник тактики и позиционной игры». Он подробно довольно расписывает практически каждый ход. Вот эти книги действительно помогут ребенку развиваться и логически понимать свои ходы. Вопрос от Николая Арсенидзе. Андрей, будет ли прогресс от регулярного просмотра твоих обзоров? На книге времени нет, хотя стараюсь разбирать дебюты. Я думаю, что прогресс будет незначительным. Вне зависимости от того, кого вы смотрите, меня или другого блогера, нужно однозначно работать над книгами. В противном случае прогресс будет минимальным. Алексей Тинянко спрашивает. Как считаете, шахматы помогают от старческого маразма? Учит терпимости и заставляет видеть и анализировать свои ошибки в жизни. Но по поводу старческого маразма не знаю, это нужно к врачам обращаться с этим вопросом. По поводу терпимости, этот термин больше относится, наверное, к какой-то религии. Терпение действительно шахматы вырабатывают. А видеть и анализировать свои ошибки в жизни однозначно да. Но вот как-то так. Никит223 спрашивает. Читали ли вы книги Дворецкого? Если да, то как думаете, какие труднее? Школа будущих чемпионов или школа высшего мастерства? И можно ли первому разряду начинать изучать эти трудодоступные книги? Спасибо. Я думаю, что книги Дворецкого шахматисту уровнем до кандидата в мастера спорта даже открывать не нужно. Потому что они действительно слишком сложные. Школу будущих чемпионов и школу высшего мастерства я так скользь просматривал. Более подробно изучал его книгу учебник Эншпиля. Ну и вот если сравнивать с книгой Панченко «Теория и практика шахматных окончаний», то Панченко явно проще и действительно подойдет шахматистам более низких квалификаций. А Дворецкий – это все, что выше КМС идет. Это мое мнение личное. Ну и последний вопрос на сегодня. Илья Сазонов. Здравствуйте. Как вы считаете, современные книги по шахматам лучше советских? Некоторые современные книги, на мой взгляд, действительно лучших советских. Допустим, книги Ясера Сейрована. Но в таком формате в Советском Союзе, по-моему, не было книг. Либо книги по дебютной теории, лагдовалы, когда описывается буквально каждый ход. Из последнего мне понравилась книга Калинина по итальянской партии. Там действительно начинается исторический экскурс, обзор всех ключевых идей. И постепенно авторы переходят к более сложным партиям Магнуса Карлсона, Фабиана Каруаны. Поэтому некоторые современные книги намного лучше советских. Итак, это были все вопросы на сегодня. На многие вопросы я ответил непосредственно в комментариях под видео. Так что смотрите там ответы. Ну и в следующей рубрике я отвечу на ваши вопросы, которые вы напишите в комментариях под этим видео. Поэтому призываю всех написать комментарий, поставить лайк, подписаться на канал. Также можете поддержать данный канал донатом. Ну и на сегодня все. Всем пока. До скорых встреч.